РАФ, Вы сказали, что в каждом состоянии нужно стараться раскрыть по ним. Вот как в этой всей путанице, которую ты в жизни раскрываешь, раскрыть по ним в каждом состоянии? Я не думаю, что это проблема. Нужно просто немножечко подняться выше. Этих состояний, в которых ты чувствуешь отношение мира к тебе и видеть, что это всё Творец так относится к тебе. Но опасайся в ответ относиться к ним так, как будто бы Творец к ним так относится. Ты должен относиться к ним обычно, как это принято в этом мире. А на духовном уровне тебе нужно стараться относиться к ним, к внутренней их части, как к Творцу. Потому что нет никого, кроме него. И не путать эти два состояния. Влад, делай упражнения, и ты увидишь, что это возможно. Нужно делать много упражнений. И ты увидишь, что это возможно. И этим ты начнёшь изучать своё правильное отношение к действительности. Начнёшь учиться правильному отношению к действительности. Что за действительностью стоит Творец. Что нет никого, кроме Него. И как относиться к тому, что нет никого, кроме Него. Если я буду так относиться к людям явным образом, так подумают, что я нездоров, душевно больной. Поэтому я должен говорить здесь только о моём внутреннем поведении, как я воспринимаю действительность. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова